Что же тогда делится и происходит, коллеги, делением наших инстинктов? Первый и второй пункт, который вы видите, достижение и престиж. Это то, как проявляет в своей основе себя инстинкт продолжения рода, то есть статусность. Комфорт и безопасность проявляются, соответственно, от инстинкта самосохранения. Достижение – это стремление зафиксировать результат. А престиж – это стремление проявить себя, что я не такой, как все. Комфорт, в свою очередь, это нежелание изменения ситуации. То есть я чувствую себя в комфорте, я не хочу изменять ситуацию, не надо заставлять. А безопасность – это не физическая безопасность, коллеги, а стремление быть предусмотрительным. То есть чтобы будущее было понятным и прозрачным. При каких профилях деятельности, в первую очередь, естественно, удовлетворяя оба инстинкта, при каких профилях деятельности, мы с вами в первую очередь эксплуатируем у подчиненных потребность достижения, потребность престижа, то есть таким образом инстинкт продолжения рода. А при каких инстинкт самосохранения выделяется как нежелание изменить ситуацию, чтобы не повесить неопределенность, и каким образом, и также он проявляется как нежелание иметь высокую степень неопределенности, то есть нечеткость плана, это безопасность. То есть комфорт в принципе не изменение ситуации, а при главенствующей потребности безопасности человек может изменять ситуацию, но только если все предельно прозрачно и понятно. Продажи, согласен, торговля. Сейчас мы посмотрим с этой точки зрения, как мы влияем на наших территориальных менеджеров, на продавцов, которые сидят у нас в регионах, в других офисах, в других населенных пунктах. Внимание! А теперь, если это дистанционное управление, то люди, которые в первую очередь руководствуются достижением и руководствуются престижем, каким образом мы можем обеспечить, каким образом руководитель может обеспечить, чтобы влиять на них, обратите внимание, дистанционно, то есть без непосредственного контроля, без того, чтобы стоять постоянно у них, так сказать, над душой. И варианты эти, они должны обеспечить сотруднику, о, пишу, конкурсы, да, обеспечить сотруднику проявление этого. А потом мы скажем, как это измерить у сотрудников, чтобы понимать, на то ли мы влияем. Конкурсы, определенные планы, которые выполняет или не выполняет сотрудник. Фактор соревновательности. Заметьте, это то, что мы можем дистанционно измерять. Мы, кстати, я вынужден сейчас буду говорить, то, что некоторые элементы из других частей вебинаров, но сравнивать результаты сотрудников. Рейтинги определенные. Заметьте, с постоянным подчеркиванием. Визуализация результатов, однозначно, да, вот как пишут коллеги, это действительно так. И возникает тогда вопрос, как же нам эти соревновательность, планы, рейтинги и так далее обеспечить именно в ключе, как написала замечательная Елена. Визуализация результатов. Ведь мы работаем в разных офисах, обратите внимание. Мы работаем не просто в разных офисах, а мы находимся в разных помещениях и в разных населенных пунктах часто. Что же тогда может увидеть сотрудник, потому что у нас ведь нет общей доски, нет постоянного взаимодействия, и где же она общая визуализация? Заметьте, общая. О, и вот как справедливо пишет Оксана, в первую очередь корпоративная социальная сеть. Затем, это может быть, кстати, современные приложения, даже в смартфонах, позволяют видеть взаимное выполнение. Не только в компьютерах, но даже в смартфонах, это можно часто выводиться. Взаимное выполнение. А кто на сегодняшний день выделился больше? Кто в каком ключе? И, естественно, здесь уже крайне полезно и ясное, четкое, обозначенное грейдирование. Да, вот как пишет еще Оксана, это корпоративная социальная сеть, корпоративный портал онлайн и так далее. Заметьте, что это, несомненно, способствует потребности достижения, то есть повышения статуса мощнейшим образом. Хорошо, а давайте подумаем с точки зрения престижа. Вот теперь тяжело мотивировать сотрудников, активно пользуются корпоративной соцсетью, пишет Елена. Абсолютно правильно. Именно поэтому нужно что делать? Очень часто можно и нужно использовать, тем более, что сотрудники часто, образно говоря, в полях. Они не рядом с компьютером, не заходят часто в сеть, они где-то в полях со своими смартфонами и прочее. Прямо с планшетами, смартфонами и прочее. Есть специальные приложения, мы их рассматриваем в другой части вебинара, но могу сразу сказать, это и доска Канбан, это Трило, это и так далее. Есть группы сотрудников, конечно, которые хорошо мотивируются. А есть те, которые менее хорошо мотивируются. Коллеги, достижения, престиж как выделение на общем фоне, достижения конкретных результатов, очень нужно четко понимать, а как конкретно мы узнаем, что сотрудник мотивируется этим, то есть, что инстинкт продолжения рода у него достаточно высокого уровня, требует повышения статуса. Вот перед тем, как раскрыть это, у нас Лилия пишет, материальное стимулирование при выполнении поставленных задач, премиальный фон, процент от продаж, несомненно, но самое главное, что нам нужно понять, а что же больше у него развито. Заметьте, если престиж, то значит, его инстинкт продолжения рода, повышения статуса, проявляется через, внимание, выделение на общем фоне, и ему нужно, чтобы другие об этом знали. Он не отказывается от денег, он только за, но ему обязательно нужно, чтобы другие это знали, и это было как-то публично, это как-то обеспечивалось. Если же превалируют достижения, то престиж важен, понятен, но в первую очередь ему самому нужно понимать конкретно, каких фиксированных результатов он достиг, как это изменилось, заметил ли это руководитель, как, впрочем, и в первом, и во втором случае. Для этого нам нужно уметь, коллеги, определять это. Давайте сейчас посмотрим комфорт и безопасность, а как они проявляются, и потом тоже посмотреть, как мы их диагностируем. Комфорт и безопасность, то есть нежелание изменения ситуации, или если желание изменения ситуации, то тогда только, как в потребности безопасности, производится самосохранение, повышать, только если это утверждено, отработано, готовый шаблон, готовый порядок действий, и ясная, а желательно повторяемая, повторяемый цикл деятельности. Либо, если новый, то очень хорошо отработанный, согласованный и прописанный. Напишите, пожалуйста, варианты, а кто, какие профили деятельности удаленных сотрудников этим можно удержать, этим можно привлечь, этим можно зафиксировать за собой. Какие это варианты? Давайте посмотрим, если это на месте склад, он удален. Вот, пожалуйста, Олег пишет. Колл-центр, поддержка, да. Склад может быть. Сфера охраны труда, однозначно. То есть, это какой-либо вид повторяющейся цикличной деятельности. Колл-центр, например, где работают, как правило, по одним и тем же скриптам. Поддержка. Сфера охраны труда, бухгалтерия и прочее. А теперь давайте посмотрим, если мы дистанционно удалены. Там вот, ну, частично менеджеры по продажам, заметьте, есть же фермеры, есть хантеры, да. То есть, те, которые фермеры, которые уже циклично отрабатывают имеющихся сотрудников, имеющихся клиентов и ведут с ними цикличную деятельность. Тогда, да, это менеджеры по продажам. Бухгалтерский учет у всех организаций. Ну, давайте посмотрим. Вот дистанционно удаленный руководитель взаимодействует с этими сотрудниками. Что он может делать для того, чтобы мотивировать их? Итак, давайте скажем сначала, что не может делать. Это он не может непосредственно находиться рядом. И это мы рассматриваем в предыдущих частях вебинаров, но сейчас я вынужден это сказать. Точно. Вот Вера пишет. Он не может контролировать. Обратите внимание. И поэтому, кстати, обязательно раскрывается, что нам нужны там сотрудники, только те, которые, внимание, могут работать в той или иной мере самостоятельно. Коллеги, получается, какова бы ни была любая из четырех главенствующих потребностей у сотрудника, у него как минимум не ниже второго или делить второе-третье место, должна быть потребность, которая позволяет четко, самостоятельно действовать. Сохраняя лояльность и не нарушать планы. Коллеги, какую из четырех потребностей для дистанционного управления является обязательностью, что она должна быть не на последнем месте? Еще раз. Достижение, как стремление фиксировать результат. Престиж, как стремление выделиться, и не такое, как все. Комфорт, как полное нежелание изменения ситуации. Или безопасность, как стремление иметь ясные, четкие планы, по ним конкретно и последовательно работать, и стремление фиксировать результат в очень четком ключе, согласованном. Фиксированном. О, да, да, вот Оксана поправилась на безопасность. Коллеги, абсолютно правильно. Безопасность, безопасность. Третье, это комфорт, может быть, его примесь, но в первую очередь безопасность. В первую очередь безопасность. И так далее. Да, вы абсолютно правы. Безопасность, согласен с вами, да, вот все практически написали безопасность. Однозначно. Заметьте, получается, что при измерении силы проявления инстинктов для дистанционного управления нам не пригодятся те сотрудники, которых можно мотивировать только, например, престижем. А безопасность у них, потребность близка к нулю. А что значит потребность безопасности, связанным с ним комфортом, но безопасность в первую очередь близка к нулю? Это значит, коллеги, что, если вернемся к инстинктам, это значит, что допустимый предел неопределенности у такого сотрудника, внимание, очень высокий. Он очень высокий. И он может работать в условиях неопределенности. Итак, смотрим. С одной стороны. А если это менеджер по продажам, он и должен работать в условиях неопределенности. Значительной части случаев. Не то, что полная неопределенность. Ну, вести, например, переговоры – это уже неопределенность. О. Если это руководитель склада, руководитель колл-центра или, скажем так, старший сотрудник, там удаленно работающий, без непосредственного контроля руководителя, то тогда он должен уметь ориентироваться и решать какие-то текущие ситуации. Значит, получается, что у него должна быть, не должна быть очень высокая готовность, допустимый предел неопределенности и не должен быть очень низкий. Иначе он самостоятельно не сможет работать, кроме выполнения каких-то механических действий. В одиночку он не сможет даже как специалист принимать оперативно-тактические решения. Следовательно, нам нужны люди, которые могут мотивироваться безопасностью, но не только лишь комфортом. Раз. В смеси с достижением определенной степени и, возможно, престижа. Но престиж – это для менеджеров по продажам. Для выполнения задач бухгалтера престиж не обязателен. Зато важна, как мы видим, безопасность и достижение. То есть наша задача – суметь определить в идеале, да и не в идеале, для того, чтобы вообще мы были способны работать с этими дистанционно удаленными сотрудниками. И мотивировать их – это те, у кого безопасность, да, приличного уровня, но обязательно присутствует либо достижение, либо престиж, либо и то, и другое вместе взятое. Если же главенствует у удаленного сотрудника только комфорт, у него избегательная мотивация, то тогда очень важный аспект. Он может выполнять только исключительно технические функции, которые должны быть направлены на выполнение цикличных механических действий. Вот это очень важный аспект. Итак, коллеги, что же мы можем тогда с вами зафиксировать? Нам нужно научиться определять эти потребности у подчиненных и непосредственно в процессе коммуникации, обратите внимание, влиять на них дистанционно. То есть максимум – это видео, вот как сейчас мы с вами смотрим, а очень часто это просто телефон, аудио. И тогда как же в момент вот этого относительно краткосрочного общения и чем поддерживать – это то, что вы описали. Итак, обнаруживаем это при интервьюировании, диагностика потребностей, в первую очередь. Конечно, все, что угодно, тоже может задействоваться, но интервьюирование наиболее часто. Нам нужно уметь задавать вопросы своим подчиненным для того, чтобы диагностировать у них определенные потребности, а затем мотивировать этих сотрудников влиянием на них и поддержанием дополнительных соревновательных элементов, визуализацией, определенными рейтингами и так далее, и так далее. Но это у тех, у кого достижение престиж, у кого безопасность, в первую очередь, это по-другому. Вот Елена задает вопрос. Для бухгалтерии ведущая потребность – безопасность. А у дистанционного бухгалтера безопасность не должна быть ведущей? Должна. Абсолютно правильно. Другое дело, что на втором месте должно быть готовность, то есть то, что даст ему возможность работать в условиях самостоятельности. Ведь, как правило, дистанционный удаленный сотрудник, он какие-то мелкие оперативные вопросы хоть в какой-то мере должен уметь решать самостоятельно. Потому что за соседним столом нет руководителя. И за стенкой нет еще пяти человек, которые готовы его поддержать. И да, сейчас отвечу на вопрос Оксаны. Как же тогда у него, какая же на втором месте желательно тогда у этого бухгалтера потребность с точки зрения группы его мотиваторов и факторов лояльности? Коллеги, плохо, если это престиж очень высокий, потому что высокая потребность престижа, выделяться на общем фоне, бухгалтеру с трудом может удовлетворять его тогда сам профиль деятельности бухгалтера. Скорее, ему нужно достижение на втором месте. И мы тоже поговорим сейчас как-то удовлетворять. Оксана пишет, реально ли перенаправить потребность? Обратите внимание, реально ли перенаправить потребность? То есть имеется в виду, наверное, Оксана, вы имеете в виду, изменить, что потребности, инстинктивно заложенные в человека, одни, а мы изменяем их на другие. Это имелось в виду? Поставьте, плюс, минус или нет. Плюс, понял. Значит, тогда имеется в виду изменить. Сразу скажу, что направить энергию, выделяемую стремлением удовлетворить эту потребность, можно. А изменить эту потребность нельзя по той причине, что она вызывается одним из двух инстинктов. И ни один инстинкт, ни другой мы изменить не можем. В истории человечества пока таких людей не нашлось, которые бы смогли, внимание, изменить свои инстинкты. Направить их, да, можно, а изменить нельзя. Но, как говорится в народе, тысячелетняя мудрость – это эту энергию, да в мирное русло. То есть мы можем непосредственно направить их в нужное нам русло. Спасибо. Спасибо. Спасибо.